ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ Проектирование здания спецслужбы значительно отличается от проектирования простого здания. Оно специфическое, сложное и трудоемкое. Учитывая развитие технологий и все время растущие риски несанкционированного получения информации, на объекте надо предусмотреть решение вопросов безопасности, а также охраны гостайной секретной информации ЕС и НАТО. Конкретная сумма уже истраченная на проект. И на что именно, все это скрыто под грифом «секретно». Они могут говорить, что хотят, потому что никто бумаг не видит. Но такие суммы только для проекта никак нельзя потратить. Отметим, опрошенные русским вещанием строительные специалисты по-разному прокомментировали несколько миллионов, которые служба госбезопасности уже потратила на реализацию проекта. Так, в одном случае проект сопоставимого по размеру офисного здания обошелся в 150 тысяч евро. Однако, по словам другого специалиста, учитывая специфику здания для нужд спецслужб, проект вполне мог обойтись в сумму более миллиона. Активисты в социальных сетях начали делиться своими вариантами, где могло бы в Ригерс положиться учреждение. Среди вариантов были, например, помещение на улице Гауис-15, здесь сейчас находится госполиция, или даже тюрьма Брасос. Однако сегодня стало известно, что фактически, как альтернативу, государственные службы безопасности предлагали вот это здание на улице Ариста и Добрияна, где раньше располагался техникум легкой промышленности. Однако оно не подошло по техническим параметрам. Несмотря на стойкую позицию Валсной Кустаме Ипошемы и министра внутренних дел, активисты не намерены сдаваться. Сегодня они встретились с членами двух правящих партий по инициативе политиков. Новые консерваторы не только против строительства здания, но и за оптимизацию всего учреждения. Это трата государственных средств. Наша партия много раз говорила, что три службы, отвечающие за безопасность, это слишком много, хватило бы двух. Ведь тут служба государственной безопасности хочет строить здание. Мне в голову пришло сравнение с котом, который не ловит мышей, ест жирную сметану и требует большой дом. Приостановить проект хотят и члены развития ЗА. Я думаю, что сейчас лучший момент, чтобы перезагрузить ситуацию и начать общественное обсуждение. Сейчас мы знаем, что за объект там будет. И если раньше его нельзя было обсуждать, то теперь можно. Экс-премьера, ныне оппозиционный депутат и глава комиссии Сейма под национальной безопасностью Марий Скучинский считает, уже поздно бороться. Этот земельный участок, предусмотренный под строительство, стоит уже около 20 лет. И точка в вопросе выбора имеющегося у государства имущества, которое может быть застроено, также была поставлена давно. И потрачены большие деньги. Завтра у активистов намечена встреча с министром внутренних дел.